Коммунальное унитарное предприятие «Брестский общественный транспорт» за счет собственных средств приобрел первый в области автобус, работающий на метане – МААС-103. Этот вид транспорта имеет ряд преимуществ по сравнению со своими дизельными и бензиновыми коллегами. Один из важнейших плюсов – экологичность. Автобусу присвоен стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах Евро-5. Еще одно не менее важное преимущество – тишина работы двигателя. На данном автобусе установлено газобаллонное оборудование, которое работает на компримированном газу, что позволяет нам в дальнейшем значительно экономить на расходе топлива. Данный транспорт будет выполнять городские пассажирские перевозки. Также из таких преимуществ можно отметить – это высокий класс экологичности, это стандарты Евро-5. Также для пассажиров будет приятно, что данный двигатель работает намного тише, чем у обычных городских автобусов. Несмотря на то, что модели автобуса МАЗ-103 скоро уже 20 лет, он до сих пор пользуется спросом. За счет отлаженности конструкции в многолетнем производстве заметно дешевле. Баллонный блок голландского производства установлен на крыше. Внутри салона также все обновлено. К примеру, в этом автобусе упор делается на комфорт пассажиров, поэтому даже кресла мягкие, а не как в аналогах твердые антивандальные. Комплектующие данные автобус укомплектован китайским двигателем ВИЧАЙ. Газобаллонное оборудование – это голландского производства. Коробка передач автоматическая, что также будет удобно для водителей, которые работают по городу. Коробка установлена китайская, фасгир. Также дополнительно была в комплектации установлена перегородка между пассажиром и салоном водителя. Планируется, что с 11 апреля автобус будет задействован на маршруте 1А, что позволит продлить его до улицы Мытной и организовать беспересадочное сообщение микрорайонов Аркадия, Волынка, Гершоны с новыми поликлиниками номер 3 и 5 по улице Бориса Маслова. Предположительно, да, данный автобус будет работать по маршруту 1А. Это подвоз пассажиров к новой поликлинике в южном районе города Бреста. Я думаю, что пассажиры по достоинству оценят. Особенно, что касается подвоза детей, колясок, я думаю, что будет людям проще добираться до новой поликлиники. Поскольку во всем мире актуальна проблема экологии, особенно в больших городах, автобусы на газобаллонном оборудовании, электробусы актуальны, как никогда. Соответственно, автопарк предприятия Брестский общественный транспорт будет и дальше расширяться и пополнять ряды своих машин экологически чистым транспортом. Александр Богданович, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.